Наша поликлиника обслуживает население от 0 до 18 лет. Оказываем им первичную медико-косметарную помощь в виде дво-врачебной помощи, врачебной помощи, первичной специализированной уровни врачей, то есть первого уровня и специализированной медико-косметарной помощи второго уровня. Следующий слайд. Значит, адреса поликлиники у нас не изменились. Это головное учреждение Борисовский пруды, дом 10, корпус 3, который сейчас в капитальном ремонте находится. К нему прикреплено 9485 человек. Из них в детской зоне, которая расположена была на базе ГП-210 по адресу Каширская, шоссе 57, корпус 1, прикреплено 1735 ребенка. Из них детей до года 69 человек. Подобега есть там детки, есть многодетные семьи, то есть там обслуживают врачи, два врача-педиатра, которые и базово обслуживают, и приемы этого детского населения. Сейчас это население мы принимаем на базе улицы Алмагинская, дом 6, корпус 1. Информация у населения есть, то есть все они едут туда после выхода с капремонта филиала номер 1. Филиал номер 1 по адресу, который я уже сказала, прикреплено к нему 10314 человек и подразделение, которое находится по адресу Орехова и Пульвар, прикреплено к нему 13336 человек детей. Следующий слайд. Структурное подразделение всего у нас по АПЦ-31 педиатрический участок, который, как бы я уже повторюсь, что два педиатрических участка находятся и обслуживают население Москва-речья Соборова. Следующий слайд. Также хочу сказать, что у нас всего 12 холдингов, которых 38 дошкольных учреждений и 29 образовательных учреждений. На слайде структурное подразделение, которое ведут прием врачи-специалисты и отделение. Это отделение платных услуг, отделение функциональной диагностики, кабинет рентген-диагностики, ультразвуковой, врачи-специалисты. Следующий слайд. Кабинет физиотерапии, зал лечебной физкультуры, кабинет лечебного массажа, кабинет охраны зрения. Единственный стационар у нас на базе главного учреждения, который функционирует на 10 поек диагрического профиля. Следующий слайд. Как бы очень востребованные кабинеты, которые находятся по согласному проекту нового московского стандарта на первом этаже. Это кабинет выдачи справок и направлений, который на самом деле выдает справки направления, направление на госпитализацию планового, справки в школы и в сады, справки на санкурортное лечение. Кабинет дежурного врача-педиатора в основном сейчас у нас работают на стоматические заболевания, если в период обострения. Так как с 22 года у нас функционирует отделение ОРВИ, где тоже можно записаться по предварительной записи, где принимают врач-педиатр, где экспресс-тесты сразу же берутся. То есть дефилизация идет между ковидом, между ОРВИ, между гриппом, назначается лечение, данные рекомендации. То есть все как бы и очень популярен кабинет, кабинет здорового ребенка. В дальнейшем я на слайд, я его покажу. Значит, цепровизация, Анжела Анатольевна уже про это сказала, общую презентацию она показала. Я хочу только уже тогда по нашей поликлинике. Вот и следующий стать. Значит, то, что у нас в 22 году полностью произошло переход на электронную медицинскую карту. В чем новшество тоже еще? В том, что родители могут сами цифровать свои записи, свои консультации, федеральных учреждений, частных клиниках могут прикрепить свою электронную медицинскую карту. Дети старше 15 лет могут зайти в раздел «Мои данные» и зафиксировать и цифровать тоже свои данные, которые были получены в другом месте. И непосредственно с Московской электронной школой. То есть туда направляется справка в электронном виде, проставляется группа здоровья, поставляется физкультурная группа. То есть все это в доступе в электронной карте, все и есть. И вот такой персонализированный талендарь про прививок, который родители видят, который реально можно увидеть, что какие прививки уже сделаны, которые подошли у ребенка по его срокам, которые необходимо сделать и приглашают приходить СМС к родителям, чтобы они пришли на прием врачу, чтобы сделать очередную прививку от какой-то инфекции.